Привет, это Марк Бартон. Я очень рад, что вы смотрите это видео. Сегодня мы поговорим на очень важную тему – отношения с перверзным нарциссом. Я ежедневно получаю вопросы от девушек, которые спрашивают, каким образом мне общаться с подобного рода людьми, либо с мужчиной, потому что у меня есть ощущение, что мой мужчина – перверзный нарцисс. Естественно, эти выводы делаются не просто так. Наверняка многие девушки, прежде чем прийти к такому заключению, собирают какую-то информацию из разных источников. Это могут быть книги, это может быть интернет, возможно, общение с подругами, знакомыми, которые говорят о том, что да, действительно, ты находишься в общении, в отношениях с перверзным нарциссом. Прежде чем мы начнем более подробно рассматривать эту тему, я приглашаю вас, как только закончите просмотр данного ролика, пройти по ссылке под этим видео и зарегистрироваться на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Итак, перверзный нарцисс – такое трудновыговариваемое слово «перверзный». Давайте мы с вами для начала поймем одну простую вещь. Такого определения, как «перверзный нарцисс», в принципе, не существует. Очень часто мои коллеги, психологи, психотерапевты используют подобную терминологию для того, чтобы дать понять своему клиенту, либо собеседнику, что он находится в отношениях с человеком, у которого действительно какое-либо расстройство психики. И мы очень часто смешиваем в единый котел нарциссическое расстройство и поведение перверта. Сегодня я постараюсь объяснить вам, чем они отличаются. Возможно ли такое, чтобы эти два человека, два состояния объединялись в одном человеке, чтобы он был и нарциссом, и чтобы у него еще было какое-то первертное расстройство личности. Вот сегодня об этом. Давайте начнем с нарциссического расстройства личности. Кто такой нарцисс? Это человек, который требует к себе повышенного внимания общества, повышенного внимания близких людей, родственники, братья, сестры, любимая женщина, друзья, коллеги по работе. Он зациклен на том, чтобы все вокруг им восхищались. Здесь, конечно, есть такая очень тонкая грань, о которой я бы хотелось сказать в первую очередь. Нарцисс — это не тот человек, который часто подходит к зеркалу и смотрит на себя, любуется своей прической, своей фигурой, как ему идет там рубашка, платье, либо еще что-то. Сказать, что у подобного рода людей нарциссическое расстройство мы не можем. Да, есть предрасположенность и склонность к самолюбованию. Есть предрасположенность к таким внутренним ощущениям своей привлекательности. Это нормально для абсолютно любого человека. Странно было бы, если бы мы не следили за собой, не подходили к зеркалу, не смотрели на то, как мы выглядим, какая у нас фигура, какая у нас прическа и где что нужно подтянуть, возможно, заняться спортом. А если же мы говорим с вами про нарциссов, про нарциссическое расстройство личности, то здесь, конечно, хочется сказать в первую очередь о низкой самооценке нарцисса. Это действительно человек, который с одной стороны очень сильно сомневается в значимости своей личности, то есть он в прямом смысле слова считает себя никчемной личностью, не востребованной личностью, а с другой стороны он пытается перекрыть нехватку своей значимости за счет того, чтобы привлечь к себе повышенное внимание. Каким образом ведет себя человек, у которого ярко выражено нарциссическое расстройство? Естественно, нарцисс выбирает для себя, для взаимоотношений, объект, рядом с которым он мог бы проявиться в первую очередь, как самый классный собеседник, как самый надежный друг, как самый романтичный любовник, как самый ответственный человек. То есть нарцисс делает все возможное, чтобы презентовать себя перед теми людьми, с которыми он взаимодействует. Для чего он это делает? Для того, чтобы у того, с кем он взаимодействует, сложилось устойчивое мнение. Это потрясающий человек, надежный, с ним можно идти в разведку, он невероятен в своих проявлениях, очень чувственный. И вот на слове «чувственный» хотелось бы остановиться. Нарциссы, граждане с нарциссическим расстройством личности, они в принципе не способны сопереживать, они в принципе не способны чувствовать, они не способны проявлять эмпатию, они не способны быть искренними. Все, что они делают, это исключительно стратегия, которую они выбирают для взаимодействия со своим окружением. Да, вы можете, общаясь с мужчиной, увидеть с его стороны какую-то достаточно эмоциональную реакцию на то, что произошло в вашей жизни. Вы рассказываете, например, ему о том, что вы потеряли, например, любимый кошелек. То есть у вас там ничего не было в кошельке, ну вот вам так жалко, вы его потеряли. И мужчина обязательно покажет вам такую реакцию, скажет, да ладно, да не переживай, да все будет хорошо, не волнуйся. И человек, который это слышит, он действительно может подумать, что эта реакция наполнена искренностью. Но так как нарцисс не способен реагировать состраданием, не способен реагировать эмпатией, он это делает исключительно для того, чтобы сформировать о себе хорошее мнение. Откуда они берутся, эти удивительные нарциссы? Давайте мы, конечно же, вернемся в детство. И я хочу сказать о том, что нарциссическое расстройство личности в большей степени проявляется у мужчин, нежели у женщин. Здесь причина в следующем. Девочкам в детстве очень часто говорят о том, какие они красивые, какие они милые, какие они замечательные. Ты моя принцесса, ты моя хорошая, ты моя дорогая, любимая. Даже в тех семьях, где, например, отношения с девочкой выстраиваются на такой, ну плюс-минус эмоциональной дистанции, она все равно, нет-нет, чувствует поддержку от окружения. Эту поддержку дают бабушки, дедушки, мама, папа. Нет папы, это может сделать дядя, либо брат. И даже несмотря на то, что девушка вырастает, например, с какими-то детскими травмами, в любом случае у нее снижено вот это проявление, потребность в повышенном привлечении внимания к себе. Здесь можно, конечно, еще говорить о женщинах, которых, например, воспитывали в такой строгости, как мальчиков. Да, вот есть семьи, например, где девочку воспитывают по правилам и принципам воспитания мальчика. Одевают как мальчика, разговаривают как с мальчиком, взваливают ответственность как на мальчика. То есть делают все возможное, чтобы девочка выросла такой самостоятельной, самодостаточной. И, естественно, у такой девушки, которая уже вырастает, у нее очень ярко выраженно проявляется мужское начало. И вот у такой категории женщин тоже возможно проявление нарциссического расстройства личности. И с этим я тоже сталкивался в своей практике. Так вот, возвращаясь к мальчикам. В нашей стране, да не только в нашей стране, а вообще на территории бывшего Советского Союза, статистика разводов ужасающая. Мальчики остаются с мамами. Мамы воспитывают их. Мамы считают, что мальчика нужно воспитать в строгости, в ответственности, чтобы он был сильным, непохожим на своего отца, с которым не получилось создать счастливых отношений. Где-то повышенная строгость, повышенная требовательность, минимум похвалы, минимум восторженности. И, безусловно, ребенок в этом нуждается. Ребенок, мальчик нуждается в этом не меньше, чем девочка. Вырастает и превращается вот в такого нарцисса, который делает все возможное, чтобы привлечь к себе внимание. И вот этот мужчина, с которым вы строите отношения, на который вы рассчитываете и думаете, что у вас получится гармоничный союз, начинает проявлять себя неадекватно в отношениях с вами. Какие действия у нарцисса в отношениях с женщиной? Он, естественно, никогда не признает свою вину. То есть, услышать от нарцисса слова «прости», «извини», «я был неправ», «я погорячился», «на меня что-то нашло», «я больше такого не повторится». То есть, нарциссу это не свойственно. Его основная задача – обозначить недостатки партнера, усугубить эти недостатки, сконцентрировать внимание партнера на этих недостатках. Кроме того, что сконцентрировать внимание, постоянно подчеркивать и говорить о том, что ты должна поменяться, ты должна измениться, ты что-то там придумала себе. И по поводу придумала здесь, конечно же, хочется сказать о том, что люди с нарциссическим расстройством личности очень часто применяют такую форму абьюза, как газлайтинг. То есть, они внушают женщине искаженное представление об объективной реальности. То есть, то, что мы видим наглядно перед нами, нас пытаются обмануть. Вам упало что-нибудь тяжелое на ногу, вы закричали «ай-ай-ай, больно», а вам говорят «нет, не больно». «Ну как не больно? Мне больно, посмотри, у меня уже палец сейчас посинеет». «Нет, не больно». То есть, основная задача нарцисса в отношениях, как можно сильнее подавить личность человека, выделиться на фоне подавленной личности, привлечь к себе внимание. И здесь, знаете, может быть вы замечали такое, если ваш мужчина похож на нарцисса, либо вы подозреваете его в таком расстройстве личности. Очень часто вот что можно заметить. Например, нарциссы любят делить обязанности на мужские и женские. Нарциссы любят бить себя в грудь и кричать «я мужик, я зарабатываю деньги, а ты женщина». И, например, если он сделал что-то хорошее для вас, купил цветочки, либо купил какой-то сюрприз, он будет требовать от вас восторженной реакции бесконечно долго. То есть, вы вроде бы обрадовались, спасибо, родной, любимый, так приятно. Пройдет неделя, вторая, третья, он будет напоминать, что вот, видишь, какой я хороший, я тебе делаю подарки, я о тебе забочусь, а ты как-то даже не имеешь такое ощущение, что тебе это не нравится, ты как-то не так реагируешь. Но когда вы что-то делаете для мужчины, готовите ужин, убираете в доме, сделаете для него какой-то сюрприз, то есть его реакция, она, знаете, очень скупая. Почему? Потому что нарциссу свойственно оценивать свой внутренний запрос, запрос назначимой своей личности, и сопоставлять, например, с ценностью подарка, который преподнесла женщина. Вот я такой пример обычный приведу. Здоровый, уверенный в себе мужчина со здоровой самооценкой, без нарциссического расстройства личности, получает от жены в подарок вязаные носки, которые она ему сама связала. У мужчины, естественно, реакция абсолютно нормальная, ему очень приятно. Все-таки женщина думала о своем любимом человеке, вязала спицами, вкладывала какую-то энергию в этот процесс. И он действительно будет в таком приподнятом настроении пребывать, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, это такая мелочь, носочки вязаны, в этом достаточно простом подарке мужчина находит целую вселенную. Человек с нарциссическим расстройством личности будет агрессивно реагировать. Возможно, эта агрессия будет проявлена, то есть он скажет об этом. А возможно, он не скажет, но своим настроением покажет. То есть у него испортится настроение, он станет раздражительным, он будет как-то резко отвечать на вопросы. Вот ему подарили носки, а его же величие внутреннее, как это мне, королю вселенной, подарили какие-то носочки. Такие мужчины очень часто требуют от женщин дорогих подарков, чтобы женщина жертвовала своими интересами, отказывалась от того, что ценно ей, в угоду такому мужчине. Если, например, мы говорим про нарциссов и про взаимоотношения с ними, очень многие девушки задают вопрос, а можно ли нарцисса поменять? Еще раз давайте не будем забывать, привычка самолюбоваться – это одна история. Нарцисс все-таки человек с низкой самооценкой, который за счет подавления личности другого хочет быть выше, он никогда не согласится пойти в терапию. Если даже он и пойдет в терапию, в каком случае это может произойти, когда вы ставите его перед фактом «я ухожу от тебя, все, наши отношения закончились», естественно, для нарцисса это состояние стресса. Он может согласиться пойти в терапию. Чем это опасно? Поведение нарцисса, а у меня были такие ситуации, удивительно. Он приходит на прием к психологу либо к психотерапевту не для того, чтобы проработать отношения, а для того, чтобы очаровать психотерапевта. Неважно, кто он – мужчина или женщина. То есть поведение нарцисса будет выглядеть как презентация, как будто бы он новый телефон презентует. Так же он будет презентовать себя. Он будет очень мягким, очень чувственным, очень эмоциональным. Он будет рассказывать о каких-то ценностях. То есть у него стратегия выстроена. Он знает, как нужно говорить для того, чтобы произвести впечатление на психотерапевта. Если вдруг, а такое тоже часто бывает, если вдруг нарцисс добивается своей цели, у него получается охмурить специалиста, к которому он пришел, он потом в дальнейшем использует данную ситуацию для того, чтобы продолжать подавление личности своей женщины. Ты же видишь, тебе даже психотерапевт сказал, что твоя реакция – это не его поведение, а твои какие-то внутренние непроработанные комплексы. Так что занимайся собой и работай. То есть здесь человек, который страдает от поведения нарцисса, может провалиться в еще более травматичное состояние и еще хуже становится. Следующий очень важный момент. Если нарцисс наоборот не смог произвести впечатление на психотерапевта, он начинает обесценивать, обнулять и его. То есть он начинает женщине своей говорить, что он больной, он ненормальный, говорит какую-то ерунду, какую-то фигню, ему самому нужно ходить к психотерапевту. То есть нарцисс уходит в такую оборонительную позицию и начинает обвинять всех вокруг. Теперь давайте мы немножечко затронем и первертов. То есть не в общем о перверзных нарциссах поговорим, а о первертах. Перверт – это значит извращенный, вывернутый, то есть искаженный. Перверты – это достаточно удивительные люди. Они в основе своего поведения несут следующий принцип. Вот если я вижу белое, я скажу, что это черное. Если моя женщина мне говорит о чувствах и говорит о том, что мне не хватает твоего внимания, я обязательно выверну эту ситуацию и скажу смысл в этой ситуации, переведу тему, закроюсь, замкнусь, уйду на дистанцию, только лишь для того, чтобы не оказаться лицом к лицу с той реальностью, в которой мужчине нужно будет нести ответственность за что-то, ответственность за чувства, ответственность за поведение, за свои мысли. Первертам очень сильно свойственны извращенные наклонности, например, в сексуальной жизни со своими женщинами, когда они предлагают секс втроем, секс в четвером, какие-то посещения свинг-клубов и многое-многое другое. Перверты очень любят бойкотировать отношения. То есть, например, вы приходите к какому-то спору, вы начинаете прояснять какие-либо отношения, и так как для перверта невыгодно столкнуться с правдой лицом к лицу, он уходит на такую дистанцию. То есть он может, например, уехать куда-то на день, на два, на три, на неделю, не отвечать на звонки, не отвечать на смс. То есть погружает вас в состояние, чтобы вы прошли через такие стадии бойкотворения, какие-то стадии. Сначала у вас будет агрессия, недопонимание, вы будете думать, почему он уехал, как так можно, вы будете злиться на него. Потом дойдете до стадии такого осмысления и анализа, когда вы будете анализировать, почему он сказал так, почему я так ответила, почему я сказала так, почему он так ответил. Потом вы будете пытаться найти причину в себе, чувствовать себя виноватой, что это вы как-то из себя неправильно повели, а может быть вам нужно было быть помягче и так далее. Рано или поздно это все закончится тем, что вы дойдете до состояния тревожности, вы будете переживать. Почему? Потому что если мужчина пропал на такое длительное время, значит у этого должна быть причина, значит я его наверняка чем-то обидела. Не может человек просто так быть на такой дистанции от меня так долго. А перверту это очень выгодно, такое поведение, такая тактика. Он ждет, что вы признаете себя виноваты, сами позвоните, сами начнете разговаривать. И чаще всего женщины так и поступают. Они идут на контакт с первертом, тот говорит, что ну вроде бы ладно, хорошо, все, забыли, проехали. Но обязательно в его поведении будет ярко выражена вот такая попытка дистанцироваться от женщины, где-то ее обесценить, наказать, для того, чтобы дать возможность покопаться в своих ошибках, покопаться в своих каких-то недостатках. Часто действительно такое бывает, что нарциссическое расстройство личности и перверт, перверзные проявления, они объединены в одном человеке. То есть это человек, который постоянно искажает реальность, извращает все, что может быть в отношениях, высмеивает чувства женщины, обесценивает их. И при этом он еще является человеком с низкой самооценкой, который нуждается в том, чтобы на фоне подавленной личности выглядеть ярко и заметно. Еще очень удивительная вещь, о которой я хотел сказать, в отношениях с нарциссами, первертами, либо с перверзным нарциссом, если мы уже будем такой общепринятой терминологией пользоваться. Здесь, конечно, нужно обратить внимание на то, что в поведении таких людей очень часто можно встретить такую, знаете, болезненную иронию. Болезненную, не самая иронию, а болезненную иронию насмешки над своим партнером. То есть когда мужчина высмеивает свою женщину, насмехается над ней, насмехается над ее способностями, насмехается над ее знаниями, над ее мыслями, над ее мнением. он как бы ждет от нее какой-то ошибки, какого-то провала. Знаете, часто можно обратить внимание, женщина начинает что-то делать, а мужчина остановится рядом. Ну давай, 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 ну-ка я сейчас посмотрю, как у тебя. И она вроде бы старается что-то делать, а он стоит в ожидании ее ошибки. То есть он не ждет, что она сейчас справится. Он не ждет, что сейчас она добьется результата какого-то. А он стоит в стороне, ожидая ее ошибку. И вот если она ошибется, на фоне ее ошибки он опять как благородный рыцарь придет и скажет, дай я. То есть вместо того, чтобы в процессе, например, наблюдая за тем, что делает женщина, подсказать ей, понимая, возможно, лучше то, чем занимается женщина, он будет ждать ее ошибки. Еще хотелось бы, конечно, сказать о том, что есть, конечно, моменты, которые объединяют, да, вот поведение человека с нарциссическим расстройством и перверты. То есть и тот, и другой применяют подобную тактику. Например, это касается внешности женщины. И нарцисс, и перверт, они очень часто обозначают недостатки женщины. То есть от нарцисса и перверта очень редко, вообще практически никогда нельзя услышать, что вам, например, идет платье, что вы очень красиво выглядите, у вас красивые волосы. Мне так нравится твоя шея, мне так нравятся твои руки, мне так нравятся твои ноги, мне так нравится твой живот, мне так нравится, как ты пахнешь, мне нравится запах твоего тела. То есть от перверта, от нарцисса нельзя услышать каких-то комплиментов. Если вдруг он это и произносит, это происходит исключительно с целью манипулировать. То есть всегда за комплиментом следует какое-то состояние, к которому хочет прийти нарцисс либо перверт. То есть если вы, например, в отношениях с мужчиной часто слышите, что тебе бы надо похудеть, да, и он при этом не просто говорит похудеть, а ведь действительно мужчина может подойти женщине и сказать, там, любимая, мне кажется, что нам бы с тобой пора заняться спортом, мы немножечко вот уже обросли с тобой жирком. Нет, нарциссы и перверты действуют не так, они это все преподносят с насмешками, могут сравнивать женщину, например, с какими-то гусеницами, с животными, я не знаю, там, с носорожкой, с бегемотиком. И вроде бы шутка, но в этой шутке на самом деле попытка принизить человека. То есть задача нарцисса и задача перверта обозначать недостатки женщины в ее внешности, в ее привычках, в том, как она говорит, в том, как она ест, в том, как она пьет, в том, как она ходит, в том, как она, например, смеется. То есть мужчина постоянно придирается. И, например, есть еще, как еще можно определить и перверта, и нарцисса. Они очень агрессивно реагируют, либо резко реагируют на различные проявления женщины в обществе. Например, я приведу такой пример. Женщина может, например, сидеть в кафе со своим любимым человеком и очень громко разговаривать, либо сделать глоток сока и сказать, «Ммм, какая вкуснятина!». Перверт и нарцисс сразу начнут бегать глазками вокруг. Им будет очень важно понять и осознать, что никто этого не заметил, никто не посмотрел. Им становится стыдно за поведение своего партнера. Это тоже один из признаков того, что рядом с вами находится вот такой перверт, либо нарцисс, а может быть, действительно, все в единый котел смешалось. Первертный нарцисс. Все-таки мужчина, который любит свою женщину, мужчина со стабильной психикой, он не будет резко реагировать на естественные проявления своей женщины. Там громко она чихнула, громко кашлянула, громко высморкалась в платок, либо громко смеется, как-то ведет себя в свойственной своей манере. Он никогда этого не будет бояться. То есть ему будет абсолютно все равно. Все-таки и перверты, и нарциссы, они на это очень агрессивно реагируют, начинают делать замечания. «Успокойся, вокруг же люди, что ты себе позволяешь? Как так можно себя вести?» и так далее. Еще очень важный момент. Нарциссам и первертам очень свойственны вспышки гнева, необъяснимые. То есть, казалось бы, вы можете разговаривать на какую-то тему без конфликта, и где-то попадаете в болевую точку перверта либо нарцисса, он не согласен с вашим мнением, у него может произойти очень сильная эмоциональная реакция, приступ гнева. Он начинает ругаться, кричать, материться, швырять какие-то предметы, говорить о том, что вы тупая, как ты так можешь думать вообще, это ненормально, все, я не хочу даже с тобой разговаривать, до свидания, и прекращает на этом диалог с вами. Следующий момент очень важный. И нарциссам, и первертам очень свойственно грубо нарушать свои обещания. Например, вы заранее могли приобрести какую-то путевку куда-то, либо купили билеты в театр, на какой-то концерт, на выступление любимого артиста, но в самый последний момент вы узнаете, что вы никуда не идете. Хочешь, иди сама, я никуда не пойду с тобой, до свидания. То есть мужчина дал обещание, то есть вы о чем-то договорились, эти договоренности не соблюдаются. Для чего это происходит? Опять же таки, чтобы уронить вас в состояние беспомощности, в состояние, где вам будет плохо, где вы будете копаться в себе, чувствовать, что вы недостойны быть счастливой женщиной. Это тоже одна из излюбленных тактик и первертов, и нарциссов, для того, чтобы поставить женщину на место. На какое, правда, место, непонятно. Еще очень важный момент, на который нужно обратить внимание. И перверты, и нарциссы любят манипулировать женщины через сокровенные тайны. Каким образом это может выглядеть? Например, женщина, доверившись мужчине, рассказала что-то очень важное для нее. То, о чем она, возможно, не могла поделиться ни с кем на протяжении многих-многих лет. То, что для нее действительно является ценностью. И в моменты гнева, в моменты, когда происходят какие-то конфликты, для того, чтобы женщину остудить, приостановить ее и обозначить ее какие-то минусы и недостатки, он начинает напоминать ей про это. И говорит, может быть, ты хочешь, чтобы я рассказал об этом твоим родителям. А ты представь, если люди узнают, да знали бы твои подруги, да знали бы твои друзья. Господи, да ты сама-то какая, ты вспомнишь, что ты мне рассказывала. То есть мужчина начинает бить в самое болевое место для того, чтобы женщину поставить на место, чтобы она перестала с ним конфликтовать. Для чего? Опять, я плохая, я никчемная, я бессовестная, я заслужила такое поведение. Это тоже одна из излюбленных тактик и нарциссов, и первертов. Еще очень интересный момент. И нарциссы, и перверты любят манипулировать расставанием. То есть они говорят, что все, мы с тобой расстаемся, все, до свидания, ты мне больше не нужна, не хочу тебя видеть, не хочу тебя знать. В телефонном разговоре, либо в личной беседе, развернуться, уйти, либо бросить трубку. Вот эта манипуляция, она, естественно, также болезненна для женщины, потому что все-таки расставание – это неприятный процесс. И здесь, как я уже сказал, мужчина может уйти в такое бойкотирование. То есть сначала он выдвигает какие-то требования женщине, говорит, если ты не будешь им соответствовать, мы с тобой расстанемся. Он обязательно приходит к заключению, что требования женщина никакие не выполнила. Ах, ты такая, мы с тобой расстаемся. И переходит в следующей стадии – к бойкотированию общения. То есть он не отвечает на звонки, пропадает на длительный период времени без объяснения причин. Это если коротко, да, мы постарались сегодня коротко поговорить о перверзных нарциссах, вернее, о нарциссах и первертах. Конечно, этих людей очень сложно выявить на первоначальном этапе отношений. То есть их поведение можно по ошибке воспринимать как поведение действительно порядочного и достойного мужчины. Потому что стратегия такова, что перверту и нарциссу очень важно очаровать свою жертву. Не просто очаровать ее, а усыпить ее бдительность. Когда, например, вы уже живете вместе, когда вы уже можете быть мужем и женой, вы можете обнаружить резкую перемену в настроении мужчины, резкую перемену в его поведении. Когда он начинает позволять себе грубость, хамство и так далее, и так далее. Но здесь очень важный момент, на который необходимо обратить внимание. Несмотря на то, что перверты и нарциссы на первоначальной стадии отношений очень умело маскируются, их можно вычислить. Почему хотят они, не хотят этого? Основа поведения и нарцисса, и перверта будет состоять в следующем. Он будет делать все возможное, чтобы вы обратили внимание исключительно на него. Он не будет вас поддерживать в ваших начинаниях. А если и будет это делать, то это будут исключительно слова. То есть, я так хочу, чтобы у тебя все получилось, я так переживаю за тебя. Все. То есть, нет дальнейших действий. Нарцисс не умеет действовать. Перверт тоже не умеет действовать. Он все извращает. То есть, я приведу такой элементарный пример. Например, вы поставили перед собой цель стать автором или колумнистом в каком-то издании печатном. То есть, вы хотите печатать статьи, писать статьи для какого-то издания популярного. И говорите об этом своему мужчине. Он говорит, ой, как здорово, я так за тебя рад. Супер. И на этом все заканчивается. А что все заканчивается? Но для того, чтобы им стать, мне нужно попробовать себя. Мне нужно отправить статью. Мне нужно... Я переживаю, что я не пройду кастинг. То есть, мужчина забывает про это. То есть, он в моменте показывает реакцию, но в долгосрочную память это не уходит. Он не возвращается к этим разговорам. То есть, для него они абсолютно бессмысленны. Почему? Потому что реакция искусственна. Поэтому, если в общении с нарциссом, с первертом, вы понимаете, что мужчина много говорит, но мало делает. Это уже ярко выраженный звоночек обратить на это внимание. Много слов, минимум поступков. Много слов, минимум поступков. То есть, мужчина все-таки заинтересованный, здоровый, стабильный мужчина, заинтересованный в успехе своей женщины. Он способствует этому успеху. Он интересуется успехом. Он делает все возможное, чтобы женщина добилась каких-то результатов в своем любимом деле, в творчестве, в хобби. Но так как у нарцисса и перверта основная задача обратить внимание исключительно на себя и удовлетворить свои потребности, то, конечно же, он будет руководствоваться и пользоваться исключительно словами. Говорить о том, что нарцисса и перверта можно поменять, ну, к сожалению, нельзя. То есть, еще раз напоминаю, есть здоровое такое, относительно здоровое самолюбование. Да, действительно, есть люди, которым нравится обращать на себя внимание. В компании, в обществе друзей, еще где-то. Это не говорит о том, что у человека нарциссическое расстройство личности. Нарциссическое расстройство начинается там, где за счет подавления и унижения своего партнера я пытаюсь быть выше, сильнее и заметнее. Можно ли стать счастливой женщиной с первертом? Нет. Можно ли стать счастливой женщиной с мужчиной, у которого нарциссическое расстройство личности? Нет. Это исключено. То есть, выйти из таких отношений без последствий для психики тоже невозможно. Как правило, женщины, которые находятся в отношениях с нарциссами, с первертами, они очень часто болеют. Причем, эти болячки возникают внезапно и спонтанно. Если мы, например, говорим про самые ярко выраженные проявления, то есть реакции телесные, то это либо очень активный набор веса, когда женщина начинает активно в общении с мужчиной набирать вес, либо это активная потеря веса. Женщина, наоборот, худеет, у нее обессиленность, она не понимает, что с ней происходит, у нее начинают выпадать волосы, у нее начинают ломаться ногти, сечься ногти, становятся нездоровыми, у нее болезненный цвет кожи. То есть, такое ощущение, как будто она находится в состоянии постоянного отравления. Вот когда человек отравился каким-то продуктом несвежим, вот в общении с нарциссами и первертами у женщины это состояние, оно долгосрочное, ей постоянно плохо, так, как будто бы она травит себя каждый день. Поэтому, если вы в этом ролике обнаружили для себя сходство со своим мужчиной, конечно, нужно задуматься в первую очередь над тем, чтобы выйти из таких отношений максимально безопасно для своей психики. Еще очень важный момент для тех девушек, которые могут сейчас сказать, ну вот выйти из отношений, ну конечно, у нас там дети, у нас квартира или еще что-то. Здесь очень важно, прежде чем принимать такие решения и выходить из отношений с первертом, с нарциссом, необходимо действительно поработать с собой, с психологом, с психотерапевтом, потому что иногда ваша болезненная реакция может наталкивать вас на ошибочные мнения. Например, вы можете быть в отношениях, ну да, с особенным мужчиной, у него там какие-то свои проявления, свой сложный характер, но, а по описанию он подходит под поведение там перверта либо нарцисса. Но так как вы очень болезненно воспринимаете его слова, его поступки, возможно, у вас обостренная реакция, возможно, у вас подавлены эмоции, чувства, которые вы не позволяете проявить себе, какая-то проекция срабатывает, контрпереносы, все что угодно. То есть прежде чем прийти к такому выводу, что все, я ставлю точку, нужно поработать над собой. Это можно, естественно, сделать также и в групповой динамике. Я в начале этого ролика говорил о том, что у нас каждый месяц стартует бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка на регистрацию находится под этим видео. И в рамках этого курса в течение 10 дней я раскрываю различные темы, в том числе я говорю про границы личного пространства, про ролевые установки, жертва, спасатель, агрессор. И как только вы проходите этот курс, у вас уже прорисовывается какая-то картина. То есть вы понимаете, что вы находитесь в отношениях с агрессором, сами являетесь жертвой. Возможно, наоборот, вы агрессор и ваш мужчина агрессор, и вы друг друга провоцируете. Поэтому проходите по ссылке под этим видео и регистрируйтесь. А мы с вами увидимся в ближайшее время. Всего доброго. С вами был Марк Бартон. И до скорых встреч. Продолжение следует...